Но сегодня у нас совсем другое время. Мы пришли, время удивительное, потому что проблемы социальные остались те же, а вот обстановка, где собраться, куда пойти, что посмотреть, поменялось. И вот мы с женой не исключение. В свободное время нам хочется всегда пойти, где много людей. Особенно, когда мы приехали сюда, интересно, я помню, седьмой километр, Аня, ты не помнишь, другие тоже не помнят, состоял из двух железных таких длинных прилавков. Из двух прилавков таких были. И там все продавалось, все, что сшилось в Малой Арнаутской. Вот этот момент такой. Сегодня этот большой километр, седьмой, наверное, точно невозможно обойтись. Статистика говорит, что там примерно 200 тысяч человек обслуживаются каждый день. То есть толпа большая. 200 тысяч человек – это размер маленького городка. Чуть-чуть меньше поселка Котовска. Представляете, весь поселок Котовский вдруг эмигрировал оттуда на седьмой километр. Вот такое состояние. Но при всем этом остается вся та сущность. Мы почему-то каким-то образом хотим пойти на седьмой километр. И я часто, Татьяна говорит, надо пойти, я говорю, зачем? Ну, что-то посмотреть. У меня сразу вопрос, а что посмотреть? А может, что-то есть? Вот так живут многие люди. Пойти куда-то, что-то посмотреть. Толпа туда несет тебя и обратно выносит. Вот людей много. Кто-то по карманам в шаре, кто-то еще что-то. А потом приходишь и еще ничего не купил, а что все потерял. Состояние одессита такого, знаете. И вот, ладно, седьмой километр. Но сейчас в последнее время очень популярны торговые центры. Торговые центры. Это такая особенная тактика врага, наверное. Куда пойти? Вся молодежь в центр, в реверьеру. С одного конца города в другой конец города едут по полтора часа. Зачем? Ну, как бы, более культурно. Уже не седьмой километр. Уже больше так, знаете, руки так, ноги вот так. И по магазинам. Из одного в другой, третий, четвертый. И когда мы, например, с Татьяной где-то находимся в других городах, нам хочется тоже посмотреть, что люди покупают, что они смотрят. И как дизайнеров хотят посмотреть, что на витринах находится. Не обязательно нужно купить что-нибудь. Обязательно нужно пойти, посмотреть, что происходит. Мне нравится, очень нравится сезонные распродажи. Вам нравится, нет? Не потому что что-то хочу купить. Мне нравится состояние людей. Я прихожу туда, с Татьяной смотрим, мы-то наблюдаем за людьми. За людьми, там, конечно, смотришь, там какая-то рубашка, подешевле, все такое. Но смотришь на людей. Вот сезонная распродажа. Я вспоминаю момент. В Соединенных Штатах мы были, приехали. И там вдруг через две или три недели в нашем пребывании, там мы видим распродажа, 70% скидки. Мы такие, надо покупать. И так сказали родителям, сказали там родственникам все. И так машинами приехали, набрали монитофон, что-то еще, что-то набрали и так далее. Приехали, думаю, какие довольные, рассматривали свои вещи, распродажи, распродажи. Сэкономили денег. Проходит месяц, опять распродажа. Через полгода опять распродажа. Либо нас лоханули, только как бы так хорошенько, либо что-то не так с экономикой. Что-то нас перестало это увлекать. Но в Одессе это совсем другая тема. Совсем другая тема. Приезжаешь в Ривьеру, там распродажа большая, и люди туда едут. Бесплатно же автобусы туда. Туда автобусы и назад туда же. Бесплатно. Главное, чтобы приехать. И вот эти сезонные распродажи. Уникальная вещь. Смотришь, как люди заходят в магазин и набирают, набирают. Столько, как будто завтра не настанет вообще. И в этот самый, особенно в женскую примерочную очередь такая, распродажная такая. И каждый с такими вещами. И мне приходится иногда так стоять, так пригруженно. И самое интересное, что люди меряют, 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 а потом приходят на кассу с одной вещью. Для меня это удивительно. Мне приятно смотреть на людей. И знаете, когда распродажа, такое чувство, что людей больше, чем вещей. Каждый хочет что-то урвать, что-то почувствовать. И вот, когда находишься в таком состоянии, чаще всего ищешь огромнейший плакат. Плакат – это такая вещь, на которой нарисована, например, черчеж этого здания. Что где располагается. То есть схема, схема магазинов и так далее. И мы, Татьяна, ищем в таких местах схему этих магазинов. И приходишь к нему не потому, что ты хочешь оттуда уйти, ты заблудился. И как бы ищешь выход. А потому что на этой карте написано, где ты находишься. И такими большими буквами написано – вы тут. Для нас ориентир – это в чем? Мы ищем следующее, куда пойти. И сегодня вам задают тот же самый вопрос. Где вы находитесь? Где вы находитесь? Знаете, есть промежуточные события в жизни людей, которые приводят их к различным решениям и выборам. Все-таки, когда ты смотришь на эту карту или же схему, ты не просто смотришь, потому что ты заблудился и куча людей. Но ты хочешь следующий этап в своей жизни. То есть что следующее? Какой магазин хотел бы я посетить следующий? Или куда я должен пойти? Состояние своего сердца. То есть куда меня дальше будет влечь мое состояние? И вот когда мы приходим в нашу жизнь и к такому ощущению, что мы вот-вот находимся в какой-то сфере нашего переживания, есть такие ориентиры. И этим ориентиром могут быть любые обстоятельства. Для Насти это было на прошлой неделе Батмитсва. Для Насти это был как раз вот пункт, куда дальше идти. Для некоторых людей это может быть первая встреча с Богом. Потому что когда ты встречаешься с Ним, что дальше? Для некоторых людей это выпуск в этом году. Буквально скоро люди будут завершать свое обучение в вузах, в вузах, либо в средней школе. Некоторые хотят жениться, выйти замуж. Кто-то рождается. Особенно те, кто молодые родители, понимая, что с рождением ребенка какой-то следующий уровень, совсем другой. Куда дальше идти? Для некоторых может иммиграция или же выбор работы. Все равно приходит тот момент в жизни каждого человека, когда нам нужно сделать решение, куда дальше. Мы приходим в момент в нашей жизни, и Бог говорит, вот ты здесь. Это карта твоей жизни. Вот ты тут находишься. Что дальше? Этот вопрос задаю и вам. Где ты? Где вы находитесь? Общим таким исследовательским религиозных общин или церквей было сделано малое такое сервей, как бы опрос, который помогал общинам, церквям видеть, где люди находятся в их возрастании, который помогает для служителей как-то каким-то образом сформировать обучение для следующего уровня. Этот опрос был сделан в многих церквях, и вот к чему они пришли. Они пришли к тому, что в любой церкви, в любой общине есть четыре группы людей, которые находятся в разных своих позициях или же нахождении в церкви. То есть я поставил перед вами вот таких четыре места церковных, людей, которые находятся в общине или же в церкви. Я говорю как общий знаменатель. И один стул, это немножко другая тема, которую я все равно прикоснусь к ней. И вот эти люди, находящиеся в церкви, сообразуют, то есть они сами по себе, пребывание их в общине, создают атмосферу общины. Первая группа в общине – это люди, которые познающие Бога. Они познают Бога. Это люди, которые не обязательно им быть верующими. Они находятся в общине, потому что им нравится. Им любопытно, им просто интересно, веселые о музыках, что-то говорят, что-то поповедуют, потом общаются с кем-то потрещать, поговорить и так далее. То есть им весело. Другими словами, это любопытные люди. И я их назвал любящие общение. То есть они приходят сюда, потому что здесь так хорошо, весело. Это первая группа. Это не обязательно быть верующими. Есть такие люди в церквях? Есть? Общее есть, да. Послушайте, есть люди вот тут, которые совсем не знают Бога. Им церковь или же верующие люди чузды абсолютно. Они не хотят ни слышать ни о Боге, ни из-за Бога, ни из-за церкви. Они далеки, не знающие вообще ничего, не желающие знать абсолютно ничего. Вот этих людей мы хотим достичь. Но вот здесь номер один, это люди, которые приходят, им интересно, им нравится. Вы их пригласили сюда. И вот они после того, что чувствуют себя здесь хорошо, они приходят сюда уже долгое время. Это даже ваши дети. Ваши дети, они, которые приходят сюда, потому что их мама с папой пригласили. И сказали, ты должен быть здесь. У них нет выбора. Но если вы спросите их позицию, что они верят в Бога или не верят, ну, верят, не знаю, ну, как бы, ну, надо, надо быть здесь. Ну, понятно, да? Вторая группа людей, это люди, которые имеют позицию новички в Боге, то есть новообращенные. Позиция новообращенных. Людей, которые уверовали, сделали шаг принять еще омиссию личным спасителем, и мы называем это состояние рождения свыше. Для них это рождение свыше. Люди, которые пережили эту встречу с Богом, и для них это особенно переживание. Они чувствуют себя хорошо, они носят Библию с собой, не знают, что на ней написано, но им хорошо. Им хорошо. Они пережили, они уже ассоциируют себя с тем, что они являются частью чего-то большого, следующего уровня. Это отношения немножко другие. Третья группа людей, это близкие к Богу. Их отношения с Богом возрастающие. С другими словами, это люди, которые служат, которые участвуют, которые возрастают. Я называю это период ученичества. Это они учатся. Они учатся, как служить. Что-то правильно происходит, что-то неправильно происходит. Они понимают, что Бог, это ответ в их жизни. Они пытаются строить очень много. Они берут доктринальные позиции. Они понимают, написано, чтобы хотели быть, чтобы все спаслись и имели жизнь вечную. Они понимают, что нужно служить. Они понимают, что Бог хочет благословить в бизнесе, в расцветании, в семье и так далее. Полагаются в этом. Четвертая группа людей это те люди, которые понимают господство Господа нашего, Ишово Мессии. Понимают Его руководящую позицию в их жизни. Это люди, которые я называю больше как богоцентричны. Богоцентричны. Если я спрошу сегодня, где же все хотят быть богоцентричны, потому что вокруг Бога, но они поменяли свой образ жизни таким образом, что все, что происходит в их жизни, все обстоятельства, успех, трудности или переживания, они четко понимают, что центром ихнего бытия, их жизни становится Бог и все из центра влияет на внешнее. Третья группа наоборот делает так. Они внешне сконцентрируют больше на внутреннее, чтобы что-то я сделаю, чтобы, ну, сделаю дисциплины какие-то, чтобы они приведут меня к каким-то решениям. И вот этот момент, эти четыре группы, когда я слышал это интересное вот заключение, да, этих экспертов, я сразу вспомнил, вот, где я видел эти вот четыре позиции. Знаете, и притча из Евангелия Марка, как раз я встречаю некую такую картину, которая меня привлекла вот к этим позициям. Смотрите, четвертая глава Марка, с первого стиха. «Опять начал учить при море и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку, сидел на море и весь народ был на земле у моря и учил их притчами много и в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять. Когда сел, случилось, что иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же возошло солнце, увяло и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, терния выросла, заглушила семя и оно не дало плод. Иное упало на дорогу, на дорогу, извините, на добрую землю и дало плод, который взошел и в 30, иное 60, иное 100 крат. И сказал им, вот 9 стих, кто имеет уши? Что? Такое ощущение, знаете, вот как будто люди в то время по какой-то причине, наверное, изуверства римских солдат ходили без ушей. Может, потому что у евреев не только большой нос, они суют свой нос в чужие дела, да, но, наверное, большие уши. Но при всех больших ушах своих, Ишуа говорит им, кто имеет уши, слышать, пускай слушать. Момент здесь, каждый из нас понимает, что это он говорит о духовных пониманиях, о том, чтобы внутренне мы должны понимать какие-то истоки, которые приведут нас к истине. И вот момент здесь, Ишуа говорит, кто имеет уши, пускай слышит. И ученики тут приходят к нему, говорят, секунду, я не понимаю, мы как-то ничего-то не догоняем немножко, ты какими-то историями с ними разговариваешь, зачем ты с людьми разговариваешь историю, ну, поясни нам. И вот интересный вывод, который делает Ишуа, говорит к ним, говоря им, не понимаете этой притчи? Он говорит, разве вы не понимаете этой притчи? Если вы не понимаете, как же вам уразуметь все притчи? Заметьте, там написано все притчи. Что Ишуа старается сказать? Он старается говорить, если вы не поймете основы, самое фундаментальное, если вы не понимаете эту притчу, тогда вы не поймете все остальные принципы, которые являются Царством Божьим. И он объясняется с людьми притчами. Этот момент очень важный, потому что в 15 главе, в 15 стихе мы начинаем, он начинает объяснять, мы начинаем видеть, посеянно при дороге означает те, которых сеется слово, в которых сеется слово, но которым, когда услышат тот час, заметим, тот час означает, мгновенно приходит сатана и похищает слово посеяно в сердцах их. Мы очень часто говорим о притчах, немножко по-другому, мы их пролетаем, интересные истории, но на самом деле, если есть истина, он говорит, посеянно при дороге означает тех, в которых сеется слово. 16, подобным, то есть так же самообразово посеянно на каменистое место, означает те, которые, когда услышат слово, тот час, с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тот час соблазняются, они не отпадают, вернее, они не уходят, они не уходят в мир, он говорит, они притыкаются, часто бывает так, верующие люди, все нормально, но когда трудно, когда сложно, когда не хватает денег и образования, что-то еще, и тут они говорят, а где был Бог? Ведь там сказано, что мы можем иметь все, просите, дано будет вам, мы просили, ничего не получили, где же это слово, которое он сказал, и оно должно быть действующим. И дальше, посеянное в тернии означает слышанное слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством, другие, и другие пожелания входят в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Заметьте, что они говорят, что оно бесплодно, оно бывает без плода, то есть плод, он все-таки бывает, но какой, это другая история, а посеянное на доброй земле означает те, которые слышат слово и принимают, и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят, иной в сто крат. Я сделаю небольшое отступление. Что такое притча? Притча это короткий, назидательный рассказ иносказательной формы, заключающий в себе нравственное получение, некую премудрость по содержанию притча близка к басне. Это цитата из Викопедии, то есть из электронного информационного такого сайта. И мы так воспринимаем. Мы воспринимаем на самом деле притчу как некое несказательное, нечто краткое историю, в которой есть какая-то мудрость интересная, привлекательная, но все же, когда идет к разбиранию этого слова, мы находим, что греческое слово притча состоит из двух слов, двух значений. Она звучит как параболы. параболей. Пара означает вдоль или вот, как бы сказать, в направлении, вдоль. Если бы брать эту ступень, как бы вдоль этой ступеньки. И болей означает бросать. от этого мы имеем слово футбол или другие какие-то слова, плюс боулинг, если кто-то играл когда-нибудь, этот мячик в направлении каких-то вещей. Смотрите, в евангельских притчах история брошена Ишуа направление истины. Именно Ишуа пытается бросить такую истину, которая приведет вас к познанию глубины. Есть еще одно греческое слово, которое нам очень знакомо. Это параклетос. Это слово означает Дух Святой. И мы говорим пара, да, это вдоль и клетис это личность, да, больше всего означает. И вот он будет рядом с тобой, он будет в направлении с тобой двигаться. И все же вернемся к нашей притче. Как уже говорил я, что в классическом понимании я всегда понимал, то есть притча очень просто. Наверное, многие из вас есть четыре вида людей, которым слово Божье сеется, да, вот, оно сеется всем. Классические понимания, это очень просто. Я как служитель и так думал. Если сто процентов это четыре человека, которым сеется слово, и одни принесли плод, значит, всего лишь двадцать пять процентов может людей в мире, может быть, спасутся. Тогда идет противоположное. Ишуа говорит, что я хочу, чтобы все спаслись. Все спаслись. Разве Бог делит весь мир на двадцать пять процентов третью часть спасет? Или желание Бога, чтобы спасти всех? И вы знаете, когда я начал думать об этом, я понимаю, почему я так думаю? Почему из четырех людей одни хороший человек, а трое плохих? Что меня заставляет думать об этом, что трое людей, они плохие? Если посмотрим, то Ишуа собрал их и стал говорить слово. Вы можете кого-нибудь заставить слушать себя? Ну, другими словами, если вы собрали людей, вы сеете слово, эти люди готовы слышать. Но если ты не хочешь слушать, есть другая песенка, ты кто такой, давай, до свидания. Да? Ну, возмутители. В сущности, вот услышьте меня, пожалуйста, в этой притче на самом деле не говорится о плохих людях, не говорится о тех, которые плохие, говорится о враге, который хочет украсть, убить и погубить и как ему противостоять. Услышите, может быть, это как бы новая концепция самой притчи и вот данный момент сеятеля, да, сеется слово, эти люди, написано, что они приняли это сердце, в сердце своем, они приняли, но на каком-то этапе номер один, два, три, четыре, они по-разному воспринимают это все. Вы понимаете, этот момент очень важный, потому что в нашей общине тоже есть люди, которые приходят сюда, они слышат слово, которое говорится здесь, проповедуется, тора читается и так далее, но они далеко, они здесь, потому что их мама, папа, дедушка, бабушка, друзей пригласил, они приходят сюда, потому что надо, они слышат это слово, но каждый, когда они пересекают эту дверь на улицу, все ушло, но они через неделю опять придут сюда, я хочу говорить о том, что здесь я начал мыслить немножко по-другому, мы должны думать по-другому, фактически говорится о том, что есть несколько групп, которые я уже перечислил, и я хочу сказать даже, что связывают эти группы, больше всего это возрастание, написано, чтобы мы возрастали в Боге, чтобы мы возрастали в Его познании, и каждый из них возрастает, этот человек, который мы большинство из них неверующие, они возрастают тоже, вы скажете, как может неверующие возрастать, они возрастают к тому моменту, где бы сказать, Господи, да, я хочу принять Тебя личным спасителем и родиться свыше, я хочу, в один момент они захотят, они возрастают, это наносит, как женщина, которая беременна, приходит, время ей родиться, но ребенок, он возрастает до времени рождения, 2-й, 3-й, 4-й, но четвертому, который центрит, богоцентрительный, в чем, в чем ему расти, я вам скажу честно, всегда расти нужно, потому что, если ты не растешь, ты, как сказать, в обратную сторону начинаешь двигаться, и я называю это больше того, как, это люди, которые отступники, познавшие какую-то истину, они застыли на этой истине, не производят ничего, и потом удивляются, почему эти люди не ходят в общину, не ходят в церкви, они стали опять перешли вот сюда, на этот край, потому что они не возрастают, возраст, это очень великая вещь, даже есть такая поговорка, любви все возрасты покорны, если даже ты пришел в состояние богоцентричности, любовь к Богу будет заставлять тебя двигаться дальше, возрастать в нем, укреплять то, что уже Бог подкорректировал, и это важно, смотрите, если мы понимаем то, что эти люди должны возрастать, то один из вопросов, что связано, каким образом этим людям, которые находятся в общине, номер один, перейти во вторую группу людей, потому что всегда хочется быть на более высшем уровне, потому что Ишуа говорит, что те, кто в четвертой группе, они приносят 30, 60 и 100 крат, как людям принести этот плод, фактически, и вот для этих людей есть одна позиция перехода, откровение благодати, откровение благодати, если вы спросите у этих остальных людей примерно, что послужило вашему возрастанию, ваших отношениях с Богом, они скажут, первое, что я сделал, это разумел, что своими делами, своими поступками, своими, быть хорошим, быть лояльным, быть благочестивым в мирском образе жизни, я не курю, не пью и так далее, я понял, что без откровения, что Иисус, Иисус, есть для Иисуса Мессии, невозможно попасть в небеса, поэтому мне нужно было сделать одно решение, сказать, я верю, и только по твоей великой благодати, по твоей любви, явно на Гогословом кресте, я принимаю тебя в свою жизнь, поэтому я хочу, чтобы ты был Господом и спасителем моей жизни, этот момент переводит человека в состояние суда, второе группу, людей, которые начинают узнавать Божьи заветы, вдруг для них книга Библия, она становится каким-то путеводителем, в ней интересно начинаются смотреть какие-то вещи, и следующий этап, они хотят перейти из такого состояния, где они новообращенные, в сферу, вот, сферу третьих людей, третьи люди, они, вторые видят, что этих людей получается в бизнесе, в семье, у них получаются какие-то действия, которые на самом деле меняют их жизнь, и они задают вопрос себе, что у них есть, чего у меня нету, и они смотрят, что эти люди постоянно, они начинают читать Писание, они цитируют, они возлагают руки, говорят, будут возлагать руки на больных, они будут здоровы, и они говорят, оу, есть в Библии что-то большее, у них есть откровение, что Библия становится фундаментальной позицией в их жизни, и то, что написано в Библии, оно действует, они переходят путем именно откровения о том, что Божье Слово становится непоколебимым и твердым, когда люди приходят ко мне с вопросами, семейным вопросом, проблемами вопросов, они говорят, ой, я уже не могу с этим уже жить, я хочу с ним развестись, он меня уже достал, или она начинает, будучи верующими, как бы о том, какие проблемы в семье, первое, что я спрашиваю этих людей, простую позицию, что для тебя является Слово Божье, что для тебя является, если это фундаментальное, живое Слово Бога, которое конкретно отвечает на все позиции твоей жизни, если ты в это веришь, если ты в этом утвержден, тогда я смогу тебе помочь, тогда это Слово даст тебе направляющую в твоей жизни, и ты знаешь, как его свою жизнь исправить, если же для тебя Библия не является этим основанием, этим словом от Бога, который меняет жизнь людей, тогда ничем я тебе не могу помочь, я могу сочувствовать, что ты не сделал решение перейти из второй зоны в третью, третья зона людей, это тех людей, которые, вот они на самом деле ученики, не просто они не просто в завете находятся, они как ученики, они ищут, видят, испытывают, хорошо, плохо, как бизнесмены, которые вкладывают деньги, не получилось, они не расстраиваются, потому что знают, что Бог будет действовать в других местах, они просто стоят в этом слове, они двигаются в этом, знаете, это великое откровение, и вот четвертая группа, которую мы часто хотим быть, чтобы богоцентричны, думал, о чем же эта связь, какая связь у этих людей, как они могут перейти из третьей группы, которая в ученичестве двигается, в позицию номер четыре, и знаете, я понял одну вещь, эти люди получают откровение даяния, откровение даяния, если вот эта группа, которая номер три, да, вот, с второй в третью перейти, да, эти люди начинают как бы испытывать, и берут слово Божие, испытай мне, покажу тебе, они говорят, вот написано, вот это действует, да, то вот эти люди, когда перейти сюда, они понимают, что испытав Бога, ты не можешь заставить Его делать то, что ты хочешь, что Он является тем центром в твоей жизни, который, доверять Ему нужно всегда и во всем, и они понимают, что какими-то делами, какими-то поступками, это еще, это хорошо, это часть моей жизни, и приходит свобода в даянии, для них даяния, это не просто финансы, которые даются, и там, дал 10, взял 12, да, Бог дал тебе все остальное, нет, для них даяние становится центром жизни, в чем, я имею время служить, и я буду служить, у меня есть отношения, и этим отношением я даю такие твердые значения, и я буду посвящен этому, это может быть и финансы, и там может быть и молитва, и другие вещи, они понимают, что мое даяние, в какой бы сфере оно не было бы, да, они богоцентричны, они богоцентричны, и я завишу от этого, вот эта вот часть, которую многие люди как в балансе, они не знают, ты можешь быть небогатым человеком, но ты богоцентричен, потому что то, что в твоей жизни происходит, оно приносит умножение, оно приносит благословение другим людям, ты становишься в наслаждении с Богом, вот эта часть перехода является именно даяние, об этом я хочу с вами сказать, об этом, что вот мы в таком через две недели будем времени, когда вот мы пытались утвердить в нашей жизни, что даяние, вот это сверхъестественное, мы приносим еще на Песах какую-то благодарственную такую жертву Богу в виде финансов, кто-то нет, кто-то может быть служить, но в основном людей в виде финансов сверх того, я уверен, я знаю тех людей, которые говорили, мы видели, что Бог умножал, Он действовал, не потому что мы принесли и попытались от Него что-то получить взамен, мы принесли, потому что мы на самом деле благодарны Ему за ту жертву, которую Он принес за нас, отдав Своего Сына. Это жертвенная, такая была благодарственная, позиция. И вы знаете, когда я говорю об этом, мне сразу наслаждение читать Деяния Апостолов 20 глава 35 стих. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо бы нам поддерживать слабых и память от слова Господа Ишуа. Ибо Он Сам сказал блажение давать, нежели принимать. Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыпет вам в лона ваше, ибо какой меру меряйте, такой же отмерится вам. Здесь говорится обо всем. Говорится обо всем. И все же это первая группа, которую мы сегодня затронули. Это первая группа людей, которые, как я говорил, они неверующие, в основном. У них есть состояние, где они набожные. Они иногда приносят такую как бы мирскую молитву. Боге, Боже, помоги. Да? Или Боже, пронеси. Или вспоминают имя Господа в суе, то есть во всем. Да? Это люди, которые, они мирские, они мысли по-мирски. Бог что-то есть, но помоги, пронеси, защити и удали всех этих вещей. Вторая группа людей, эти люди не знают моего друга, первая группа, они не знают моего друга Ишуа Мессии, поэтому у них очень много суеверия. Вторая группа, это те люди, которые иногда обращаются к Богу в молитве. Иногда, потому что когда трудно, тогда надо помолиться, тогда так хорошо. Они уже стали друзьями Ишуа, они уже стали друзьями. Вот оппозиция друга, они пригласили Ишуа своим личным спасителем, они стали друзьями. Третья группа, это другая группа, они уже больше чаще молятся к Богу, потому что много вопросов к нему есть, много просьб есть, утешение нужно, и труд, они уже во всех своих ученичествах они хотят быстро знать все, и я называю этих людей лучшими друзьями Ишуа. Ишуа стал их лучшим другом в жизни, да, и, конечно, вопрос у вас следующий, если есть не друг Ишуа, друг Ишуа, лучший друг Ишуа, что с четвертым делать, что с четвертым люди могут делать, знаете, когда я думал о четвертых людях, я думаю, какую рамку их же описать друзей, высших друзей, приближенных к трону, не знаю, но я понимаю одну позицию, которую эти люди имеют, и богоцентричность означает какие-то иметь отношения, и эти люди, они немножко странные, вот эти вот особенно четвертая группа людей, они немножко странные, их невозможно проследить, потому что они живут так, как будто у них с Богом все в шоколаде, вот увидеть, что они там типа молятся сутками, их невозможно увидеть, что они молятся сутками, потому что у них такое отношение, как будто они попросили ему раз и Бог дал, знаете, такое состояние, да, это состояние завета, состояние такого завета, мы один раз говорили так, Рэбб, ну у тебя же все в шоколаде, попроси у Бога, шоколада, конечно, нет, но можно сказать, что есть какие-то чувства, ты понимаешь, что вот доверие Богу на других отношениях, эти отношения завета, означает так, все твое мое и все мое твое, некоторые люди говорят, все мое твое и все мое мое, нет, здесь все твое мое и все мое, оно твое, в этих чувствах есть что-то особенное, когда эти вот, вот это состояние, оно раскрывается, в каких отношениях оно раскрывается, как вы подумаете, в брачных отношениях, вот именно вот, как определить эту позицию четвертых людей, наверное, заветние отношения, которые приближены к более таким, значит, кухонному, ежедневному, домашнему отношению, повседневному, это отношение между мужем и женой, поэтому Писание говорит такую фразу, которая мне очень нравится, Еремия говорит, потому что я сочетался с тобою, и все хотим туда попасть, правда или нет? Кто из вас не хочет туда попадать, в эти отношения? Все хотят, все хотят попасть в эти отношения, что ты проснулся, ты понимаешь, что ты с Богом, ты идешь спать, потому что знаешь, что Он рядом, Он с тобой везде, и плохо хорошо, ты понимаешь, что ты Божий, и тебя не напрягает ничего кризис, ситуация, девальвация, денег и так далее, тебе не напрягает, потому что во всем ты увидишь, что Бог с тобой будет рядом, вот понимаете, вот это состояние очень интересное, поэтому я не могу, не знаю, как назвать четвертую позицию, какие отношения у них с Богом, понимаете, только я понимаю, что не зря Бог говорит, я сочетался с тобою, и так, возвращаясь к позиции первой, о том, чем мы говорим, потому что мы хотим видеть людей через Песох, быть спасенным, мы хотим быть участниками того, чтобы взять людей из этого мира, предоставить им Господа, чтобы они именно спаслись, сделали решение, смотрите, Марка 4 глава, 14-15 стих, сеятель слово сеет, кто из вас сегодня не проповедует, то есть людям, не проповедует, большинство из нас, мы делимся словом, мы сеем словом, посеянно при дороге означает те, в которых сеется слово, но которым, когда услышит, тот час приходит она, похищает слово, посеяно в сердцах их, что мы видим, что Сатан, он рядом, как только сеется слово, он приходит и крадет, у него есть возможность украсть слово, вы скажете, подожди, 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 как это возможность украсть слово? Извините, так написано, ну, написано, что он может украсть, он может украсть, и по этой причине Писание говорит, чтобы мы больше всего хранимого, хранили сердце свое, потому что из него источники жизни. Бог говорит нам, чтобы мы готовились, когда мы слушаем, чтобы мы слышали и влагали свое сердце. Это почва, в которую падает семя. И вот это семя нам нужно хранить. Если мы хотим получить 30, 60 и 100 крат, мы эту почву должны хранить и защищать себя, противостоять. Но задам вам такой прямой вопрос в лоб. Если Сатан приходит и крадет сразу же, что же мы стоим? Что же мы не действуем в подобии? Не имеется в виду наехать на кого-то? А мы не реагируем на то, чтобы сразу с людьми помочь им это семя усвоить. Почему мы держимся на каком-то расстоянии, в отношениях и так далее, думаем? Причина такая, почему я говорю об этом. Потому что каждый из нас имеет людей, которые в этой первой группе. Вы здесь находитесь, те, которые в этой первой группе, еще не сделали решение следовать за Ишуа. Но если сказать, подожди, я не в этой группе. Значит, вы знаете тех, которые в этой группе, в первой группе. И им нужна помощь в этом направлении. Им нужна помощь, чтобы Сатан не украл то слово, которое вы сеете. Один пример. Кто из вас, общаясь с неверующими людьми, пытались их достичь, говорить им слово, говорили своим примером жизни. И вдруг какой-то один момент из этих обстоятельств в жизни, из трудных обстоятельств в жизни, они раскрываются перед тобой. Они говорят, что они готовы принять Ишуа, они готовы принять Бога, всего безвозмездной любви и так далее. И вы проводите этих людей через молитву покаяния, да, вот типа. Вы сеете это слово. Кто из вас это переживал? А потом через две недели у них ничего нет. Что происходит? Дьявол, раз, это семя, посеяное вами от Бога, он крадет. Смотрите, чтобы не быть просто голословным, я приведу еще несколько примеров. Простите, что я так задержал ваше время. Это очень важно. Подтверждение некоторых вещей. Почему я говорю за этот момент? Потому что через полторы недели у нас в Песах. Я хочу, чтобы люди из этого состояния хотя бы пришли на этот, а если даже не в этот состояние, хотя бы вот сюда перешли. Иоанн говорит, мне, извините, Лука говорит следующее. Восьмая глава, двенадцатый стих. А упавшая при пути есть суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Люди, задача сатаны, чтобы украсть посеянное, даже при дороге, даже на каменистую почву, чтобы люди не спаслись. Поэтому, когда мы думаем, что вот эти четыре человека, четыре позиции, это люди, которые плохие, мы ошибаемся. Бог говорит, подожди, тебе нужно что-то сделать. Ты попадаешь в эту первую группу, слышать. Но приходит дьявол, чтобы ты не получил весь спасение. Чтобы тебя забрать от Царства Божьего, чтобы те обетования, которые у Бога есть к тебе, чтобы забрать и не дать тебе возможность пережить рождение свыше. Эта позиция очень серьезная. Позиция очень серьезная. Чтобы понимать слово о Царстве, Царстве Бога нашего, Ишуа Мессия, нужно сделать решение. Решение, которое приносит плод. Тридцать, шестьдесят и сто крат. Люди, которые перешли группу два, три или четыре, сегодня могут вам сказать простую вещь, что они пережили не просто Бога, они пережили того Бога, который помог им пройти этот путь и сделать из жизни ихний цветущий сад. Хотя они без трудностей. Но сегодня, если спросить этих людей, они скажут, важно не просто сделать решение, а следовать за ним, потому что у Бога есть обетование. Как человеку перейти в группу номер два? Спасение дается по благодати. То есть абсолютно даром. Как в мультике было сказано, безвозмездно. Без возвращения обратно. То есть абсолютно даром. Эфессианам 2,8 говорит, Ибо благодатью вы спасены через веру. И сиение от вас Божий дар, и не от дел, чтобы никто не хвалился. И эта благая весть, добрая весть, Вишуа Мессии предлагается для вас сегодня. Может быть, вы приходите сюда, потому что так здесь хорошо, здесь классно. Может быть, вы думаете, что вы спасены, но не сделаете это радикальное решение быть рожденным свыше, следовать этапам в жизни, которые имеют возрастающее отношение с Богом, чтобы ты пришел домой, ты понимаешь, что Бог твой, Он рядом с тобой. Для этого нужно сделать четкое решение. Понять, что это дар абсолютно безвозмезден. Абсолютно ты не заслужил его, он дается тебе однажды, предлагается Богом. Ибо во возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная, Вишуа Мессии, Господи наш. Ты хочешь попробовать быть хорошим, приятным человеком, не делать никому зла, каким-то образом, по-буддистски, шевинистски, или там каким-то измом, попасть в небеса, которые ты себе предоставляешь, свою нирвану, ты глубоко ошибаешься. Ты ничего не можешь сделать своими усилиями, своими усилиями, своей жизнью, чтобы заслужить спасение небеса, все блага Божьи. И здесь на земле так же. Попробуй. Ты поймешь, что ты станешь врагом Бога. Своими силами не получится. Потому что Он заплатил за всех нас полна. Это место благолгофа. Лобное место. Место проклятия, унижения. Место, где на него плевали. И вы скажете, ну ведь это так просто. Вот вы именно. Благая весть. Простая. Как просто сделать этот шаг? Признать себя нуждающимся в Боге. А вы знаете, что вы нуждаетесь. Потому что иногда вы говорите, ой, Боже, помоги. Ой, Боже, пронеси. Так сегодня у тебя есть этот реальный шанс сказать, помоги мне сделать этот шаг. Это очень легко сделать. Тебе не нужно отжиматься, бегать 300 кругов, пойти в резервную армию резервистов, отслужить, чтобы достигнуть какого-то позиции, чтобы вы могли войти в общество Христово. Делать очень просто. Римлянам 10.9. Ибо если устами твоими будешь исповедить, исповедовать Иешуа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься. Спасешься. Однажды пришли люди к Иешуа и спросили Его, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Вопрос очень интересный. Творить Божьи дела. у нас имеет желание делать Божьи дела. Иешуа сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Я хотел бы, чтобы мы сейчас встали на наши ноги. И если я смог каким-то образом предоставить картину, как Бог видит свою общину, подумайте над этим примером, который я привел. на каком стуле ты сегодня сидишь. Если ты думаешь, что сидишь на четвертом стуле, бойся, чтобы не упасть. Бойся ничего не делать. Бойся не молиться. Бойся не помогать. Бойся оставаться я и Бог и все мне и почем. Бойся. потому что можно опять начать с позиции, которая за дверьми. А лучше всего иметь сердце, которое открыто перед Богом и сказать, если это так легко, тогда я готов. Я готов. Я готова сделать этот шаг. И самое главное, чтобы не оставаться довольны в номер два, на втором стуле. Есть Библия, которая в моей библиотеке. Я прихожу на собрание. Так иногда молюсь, потому что так трудно бывает. Если вы остались на этом уровне, вы не хотите приносить 30, 60, 100 крат. я хочу вам сказать, к вам придет вопрос. Где мой дар? Дай мне то, что должно поддержать мне. Дай талант, который я тебе дал. Поэтому движение вперед, оно заключено в ученичестве, возрастании. каждый из нас возрастает. И это касается меня. Я должен возрастать в благодати, в милости, сострадании, в урезании своего времени. Я должен сказать себе, вот я нахожусь в этом месте, куда следующий шаг меня поведет. Что я хочу делать? Центр всего Бога. Бога. Если вы сегодня на этом месте, вы никогда не делали это заявление. Я принимаю тебе свое сердце. Сделать это очень легко. Никогда не делайте себе трудных вещей. Нелогично происходит, когда приходит богатому человеку, ничем не нуждающимся бомж, вонючий, нуждающийся, может быть, в последнем дыхании, по-человечески реакция отвергнуть. Представьте эту картину. Бог, не нуждающийся ни в чем, хранящий себя в сомне ангелов, самодостаточен. И когда мы приходим к Нему такими, как мы есть, может быть, недостойными, у нас срабатывает человеческая реакция, что мы не будем приняты. Но Бог сделал невероятно, поменял все наоборот. И Он говорит, это сделать очень легко. Все, что тебе нужно сделать, осознать в том, что Я существую, что Я есть. И для того, чтобы решить твою проблему возрастания, Я послал в этот мир своего Сына, который уподобился человеку, такому, как ты. И чтобы вместе с тобой прийти к престолу благодати и сказать Папа, Он достоин. Может быть, вы несколько раз пытались сделать в своей жизни решение следовать за Богом. Может быть. А может быть, это сегодня то время, чтобы перейти из пункта один, пункт два по-настоящему с целью иметь уникальные отношения. Я помню, когда подростку, который был в банде, его привели на собрание так же само. И мы сказали, хочешь, мы помолимся тебя? Он, я не знаю, я не знаю, или меня вообще Бог примет. Я говорю, просто помолимся. Мы помолились. Через много лет спустя мы приходим в церковь, я вижу этого юношу, играющего на гитаре, славящим Бога. Я сказал, это достойно. Достойно для того, чтобы поделиться с кем-то о Боге, о Его милости и видеть возрастание. Он не сложил свои руки просто дайте мне все, мне нужно, все, что мне нужно. он двигался из пункта А в пункт Б, в пункт Д. И это Бог заложил в своей общине. Поэтому у нас есть молитвенное служение, поэтому у нас есть библейская школа, поэтому у нас есть основы веры, поэтому у нас есть шаги возрастания, чтобы мы могли приходить сюда не за 10, 11, 30, а за 10, 30, за целый час, до собрания и возрастить эти молитвы к Богу, молиться за каждое из стула, видеть людей, приходящих к Богу, танцевать, радоваться, это его межпуха, это место его обитания. Если ты сегодня на этом месте хочешь изменить свою жизнь, все, что тебе нужно сделать, помолиться, повернуться к твоему соседу и сказать, слушай, сегодня я сделал этот шаг наконец-то, я верю в Господа Ишуа, он мой Спаситель и мой Господь. Если ты не знаешь, как молиться, повернись тому, кто может тебе сказать, слушай, я с тобой молюсь, и он поведет тебя через эту молитву покаяния. Что такое покаяние? Сказать Господь, если есть цель в жизни, я хочу ее достигнуть. Если это цель с тобою, я признаю, что я не могу без тебя это делать, приди, стань Господом и спасителем моей жизни, моей личной. Я направляюсь, возрастая в твоей благодати. Я обращаюсь сегодня ко всем. На каком стуле ты сегодня сидишь? не останавливайся. Пусть в вашей голове мы будем помолиться сейчас. Отец Небесный, прошу тебя, я не хочу останавливаться на достигнувшем. Я сегодня вижу себя в общине, в мишпухе, в церкви, на каком стуле сижу. И в этот сует текст спасибо тебе, что ты остановил меня и показываешь, где я нахожусь, а также цели, куда я могу дойти. Господь, если я нуждаюсь тебе, а я нуждаюсь тебе, приди в мою жизнь, измени меня. Я хочу иметь в своей жизни то, иметь эти люди Бога истинного, живого, действующего, меняющие обстоятельства, меняющие историю. Приди, такой Бог, в мою жизнь. В Ешуа Мессии, я признаю себя ничтожным и нуждающимся, и знаю, что Голгофа изменила мое состояние. Приди, сделай меня другим. Я отдаю свою жизнь тебе, и сегодня будь Господином моей жизни. Если вы молились этой молитвой, изменяй перемены, я приглашаю вас сюда вперед, за вас помолиться. И эти служители, которые помолятся за вас, вместе согласятся в этой молитве с вами, потому что вам необходим человек, который поможет вам пройти дальше, чтобы эти зерна слова не были похищены. Не позвольте дьяволу сегодня похитить это зло дайте возможность этому слову возрасти. Во время поклонения я приглашаю вас сюда вперед. твое имя восхваляю тебя всем сердцем я люблю еще скажем я люблю тебя люблю тебя люблю тебя люблю тебя и каждый день я вижу как ты дорога мне и неба благодарю тебя славю твою имя я возглавлю всегда всем сердцем я люблю стой 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 есть смелость когда ты делаешь дерзновение это дерзновение в боге оно всегда помогает как я сделал хороший шаг а таким шагом еще есть много-много других я прошу сейчас олега подойдет в татьяну сашу есть другие люди которые тоже нуждаются в боге выйдя вперед это уже сказать да бог я бы хотел из вас помолиться юра как тебе зовут саша и саша юра виктор они сделали это решение чтобы их жизнь не просто была изменена уйти от тех обстоятельств которые больше всего будет депрессия но сегодня господь это решение видеть будущее будущее которое заключено в тебе и сегодня мы молимся за них чтобы их будущее состоялось только в тебе потому что ты заинтересован чтобы у них было семьи дети чтобы они господь жили счастливо в тебе и видели руку твою помогающего все господь мы молимся чтобы твое место в их жизни было первоисточником чтобы господь их жизнь была не просто изменением и радикальным просто переменам и люди и родители друзья сказали вау это так хорошо вы хорошо выглядите господь наоборот это сказали бы люди еще больше что мы видим что ваша жизнь становится примером для других и вы благословляем их именем твоим именем господа нашего еще миссии и мы выручаем их твои святые руки господь и сегодня небеса радуются об этом решении и мы господь знаем что ты теперь будешь действовать работать в их жизни и все что господь они желают доброго построения в царстве для славы твоей во имя еще миссии аминь я сказал аминь давайте прославим его аллилуйя 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 впереди Песок давайте нивы уже побелели давайте чтобы это этот месяц у нас был месяцем жад этот месяц был вдохновением этот месяц чтобы он был на этих реальных перемен и если вы согласны скажите аминь и пускай Бог Авраама отца Хаякова благословит тебя и сохранит тебя пускай наш Бог обилием Господь накроет тебя своим благословением и даст тебе внутри тебя твой мир который не может дать никто кроме него этот мир спасение это мир который дает изменение позиции личности этот мир Божий в который можно обойти пережить и сделать вывод что без него ничего не произойдет и я благословляю вас этим именем чтобы у вас все получилось это весна хотя многие называют по разному весну да арабская соседская но это весна для меня это песок рождение свободы пускай Бог благословит вас мы поднимаем наши руки к Богу который дает это благословение поднимаем по-насу на храм и на 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 шалом оба мы также молимся на тех кто более страданиях унижение ты господь наших братьев сестер подними их не молитвы тебе да будут услышаны и твоя помощь придет вскоре благословляем друг друга именем твоим и говорим туда раба аба спасибо господь распусти нас миром